Пока работал мораторий на плановые проверки, количество внеплановых проверок увеличилось многократно. Смотреть на ситуацию честно и трезво призывают властей-производителей. Бизнес у мелких и средних предпринимателей, которые заполняют свои продукции не иностранные прилавки, а наши, максимально локальные. Из-за санкций, последовавших после спецоперации на Украине, производителям нужна поддержка. Экономика рынка меняется на глазах. Буквально за две недели уже было два раза поднятие цен. На сегодняшний день я уже говорил и говорю всем. Сегодня уже нам сказали, что в Алтайском крае нет муки. Мука, конечно, есть на складах, но перебои с поставками, потому что каждый день меняется цена. Люди массово скупают. Хотя мука, алтайское, мясо, свинина, курица, говядина тоже наши. Упаковка вот импортная. И только она тянет за собой 30-ти процентное удорожание продукта. Чтобы оставить цены прежде, как они до военной операции были, так скажем, снизить цену на упаковку. Пусть она будет простой, но товар не ухудшится качеством, не уменьшится в объеме, как многие говорят. Давайте сейчас все хитрые объемом будем играть. То есть раньше было килограмм, стало 900 грамм, стало 900 было, стало 800 грамм. Он допускает и возвращение к разновесу. Вот только купят ли продукт без красивой обертки. Производитель сыров Петр Кузьмин сделал стратегический запас упаковки. И в поиске производителей российских аналогов. Говорит, качество у нас хуже. А замену итальянской сырной закваски и вовсе не найдет. Но на производство сыра, максимально приближенного к итальянскому, он даже делает ставку. Это поможет и закрытому рынку, и нашему кошельку, уверен предприниматель. Увеличивать продажи. Ждем дополнительных оптовых клиентов, предложения от торговых сетей. Для того, чтобы себе увеличить объемы продаж, снизить немного тем самым себестоимость. В кондитерской сфере тоже обескуражены от роста цен. Стоит только упомянуть спрос на сахар, столь востребованный в последние дни. В помощь российским производителям известные блогеры начали рассказывать о них широкой аудитории. Отечественная социальная сеть запустила инструменты для поддержки малого и среднего бизнеса. Инструктор для построения сайта, интернет-магазин со своей оплатой, бесплатное подключение доставки. Мер ждут и от властей. Разрыв логистики, поставок ингредиентов, запчастей – лишь часть проблем. И решать их нужно оперативно. У нас сегодня такая ситуация в мобилизационной экономике. Та вальяжная история, как мы работали до этого, на мой взгляд, она губительна сегодня. Придется перестраиваться и работать больше и интенсивнее. Но это означает и генерацию новых идей, новых производств и в перспективе сохранения стабильности, и в перспективе развития. По мнению экспертов, сейчас нужно отпустить бизнес, пересмотреть налог на имущество, землю, сборы на Меркурий, Платон, ведь оборотные средства бизнеса скоро начнут падать. Юрий Фридц уверен, что неплохо было бы пересмотреть налоговую политику за последние три года и вливать деньги не только в банки. Если сегодня наполнить реальный сектор, в том числе финансовыми ресурсами, чего, к сожалению, нету пока, то бросить ресурсы на закуп нового оборудования, станков, технологий, и тогда можно получить определенный эффект, определенный прорыв. В ближайшее время, уверены эксперты, комплекс мер поддержки должен быть принят. Из доклада уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова следует, что эта помощь должна быть более ощутима, чем в пандемию. Тогда поддержкой смогли воспользоваться лишь 38% компаний, третьей в помощи было отказано. Сейчас же ситуация такова, что поддержать нужно 90% производителей. Слишком зависим наш бизнес от импорта. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.